Добрый день! О главных темах в Нижнем Новгороде к этому моменту. Работники санатория Ройко в Зеленом городе пожаловались в Следственный комитет России на недостаточность финансирования учреждений и организацию обучения детей. 28 января старший помощник председателя Следственного комитета Игорь Комиссаров выехал в санаторий Ройко, откуда 17 января пропали двое малолетних мальчиков. По этому делу ведутся сейчас уголовные дела по статьям «Убийство и халатность». Кроме того, ведется доследственная проверка по факту предполагаемого самоубийства главного врача санатория. Комиссаров констатировал в санатории недовлетворительные условия пребывания несовершеннолетних детей. Как сообщили работники санатория, они впервые за 23 года смогли рассказать о своих проблемах, о недостаточности финансирования, бытового оснащения учреждений, организации обучения детей. Кроме того, сотрудниками санатория был поднят вопрос низкой заработной платы. Я цитирую сообщение Следственного комитета. Министр здравоохранения Нижегородской области Геннадий Кузнецов заверил участникам встречи, что всем установленным фактам будет дана принципиальная оценка разработанной меры по устранению нарушений, пишет Ниайна. АКБМ «Африкантов» построит перегрузочный комплекс для атомного ледокола «Арксика» за 1,2 млрд. рублей. Комплекс будет использоваться для перезарядки реакторной установки «Ритм-200». Это оборудование позволяет производить весь объем работ по перегрузке топлива от вскрытия реактора и выгрузке отработавших тепловодавляющих сборок до установки новых ТВС в активную зону, а также монтажа реакторного оборудования и обеспечения физического пуска. По условиям договора, работы должны быть полностью завершены до 2018 года. Напомним, в прошлом году АКБМ «Африкантов» изготовил для ледокола «Арктика» пять парогенераторов. Сумма контракта составила более 16 млрд. рублей. Ожидается, что этот ледокол станет самым большим и мощным ледоколом в мире. Теперь о спорте. Со мной в студии Ким Андреев. Привет! Я знаю, что у тебя хорошие новости. Привет! Да, мы наконец-то дождались. Нижегородские хоккеисты одержали победу первую в этом году и прервали аж восьмиматчевую серию неудач. Под тяжелую клюшку наших хоккеистов попал уфимский Салават Юлаев. В каждом из трех периодов наши забрасывали по две. Шайва при этом не пропустили ни разу. В итоге 6-0 – это самая крупная победа в сезоне у «Торпедо». Правда, этот, безусловно, важный успех пока на турнирную ситуацию серьезно не повлиял. Наши по-прежнему на десятом месте в западной конференции у нас 67 очков. Впереди нас на один балл сразу три команды. Это «Динамо» Рига, «Витязь» и «Хоккейный клуб Сочи». Именно этим клубам, по всей видимости, придется разыграть две вакантные строчки в восьмерке сильнейших и сыграть в кубке Гагарина. Кстати, как сообщил на послематчевом интервью форвард «Торпедо» Владимир Галузин, перед матчем с Салаватом и игроки, и тренерский штаб в полном составе посетили Серафима Дивеевский монастырь. Уж не знаю, можно ли напрямую связывать эти два события, но в любом случае вот такой любопытный факт. Спасибо, Кима. Я напомню, что следующий матч «Торпедо» сыграет уже завтра на выезде против «Авангарда». Сегодня в Нижнем Новгороде днем минус пять, минус четыре, вечером минус шесть, облачно и без осадков. Хорошего дня. Смотрите «Конки-ТВ».